Завершается очередная сессия заседаний Государственной Думы. Вся сессия прошла под флагом президентских выборов и его обращение к стране, где он поставил, на мой взгляд, чрезвычайно важные и актуальные задачи. Выйти на мировые темпы развития и попасть в пятерку наиболее сильных и развитых государств. На мой взгляд, эта задача дополнена весьма важной социальной, связанной с тем, что в два раза сократить количество бедных. Хотя они считают бедных те 22 миллиона, которые живут вообще ниже черты бедности, а на самом деле в стране каждый второй живет на 20 тысяч рублей и менее. Порох нищеты начинает с 18 тысяч. Задача весьма актуальна. Мне казалось, что Единая Россия и ее фракция все сделают для того, чтобы реализовать это требование президента. Вместо того, чтобы подготовить реальную программу, вдруг мы увидели и повышение цен на бензин, и плюс 2% НДС. Это примерно по 4-5 тысяч рублей вынут из кармана каждого. Но и сопроводили это людоедской пенсионной реформой, доказывая нам, что это большое счастье для граждан страны. Меня больше всего удивляет неграмотная постановка о том, что вот завтра один работающий должен кормить одного пенсионера. Хочу вам напомнить, что на Руси и в России с покон веков один работающий мужчина кормил всю семью. У меня дед по отцу имел 8 детей, работал учителем сельской школы и кормил всех. Всех выучил, всем дал. Прекрасное высшее образование семьи. Вышло 6 педагогов, которые много лет учили людей добру и справедливость. Обычно работающий мужчина в состоянии был кормить близких. Хочу напомнить господину Исаеву, что в 90-е годы на тысячу работающих приходилось 910 неработающих. Но там было очень много детей. С 90-го года, когда было 40 миллионов детей, за 20 лет детей сократилось на 15 миллионов. Теперь тот закон, который они втащили, окончательно добьет политику, связанную с демографией и породит нам новые проблемы на 30 лет вперед. Вместе с тем хочу обратить внимание, что постановка задачи войти в пятерку самых сильных государств столкнется завтра с большими проблемами. Прошло 5 месяцев. Не вижу ни одного предложения по улучшению производства. Открываю сводку за июнь месяц. Темпы роста снова опустились до 1%. Но надо выходить на мировые 3,5. Чтобы выполнить послание президента, надо иметь 6-7%. Нет ни одной меры, которая бы стимулировала производство и, прежде всего, формирование бюджета развития. Казалось, было послание, было требование. Дали поручение правительству. Сулуанов принес в Думу. Обсуждали мы подробно бюджет. Этот бюджет, который предлагают на ближайшие три хода, хуже, чем текущий. На 17% сокращается социалка. На столько же примерная экономика. И на треть урезается ЖКХ. Так каким образом можно вылезти и попасть в эту пятерку? Хочу напомнить, что 5, 6 и 7 место, по последней статистике, занимают три страны. Великобритания, Индия и Франция. С валовым производством 2,6 триллиона долларов. У нас 1,6. Чтобы их догнать, надо еще на триллион провести продукции. А для этого надо пахать с утра до вечера и поддерживать все виды производства. Ни одной меры, которая стимулировала производство, нет. Что касается нашей фракции, хочу поблагодарить. Она работала в Думе достойно. И она действительно трудилась над тем, как выйти на мировые темпы и обеспечить достойную жизнь каждому гражданину, а не легархи. Мы предложили 12 законов, коломейцев, которые у нас координировали всю работу, внесли. По этим законам можно завтра иметь бюджет 25-27 триллионов. И мы нашли все источники, начиная от прогрессивной шкалы налогов, вот кончая все, что связано с природными ресурсами и госмонополией на алкогольную продукцию. Ничего похожего не хотят принимать. Мы предложили начать шаг навстречу нашим ветеранам и пенсионерам, самых заслуженных людей, в данном случае детей войны. Пять раз вносили предложение этот закон. Он всего требовал 140 миллиардов. У нас доп. доходы по этому году 1 триллион 800 миллиардов. Их прячут опять в американских банках для развития американской экономики. Единая Россия спряталась за кнопки и не нажала на эту кнопку. Еще раз напоминаю, это позор нации. Дети войны в деревне получают 8-9 тысяч, в городе 10-13 тысяч. Они говорят о какой-то справедливости. На самом деле это варварство, оставив детей войны без нормальной пенсии. Они теперь по-варварски отнеслись к женщинам. Надевают ей веревку на шею и предлагают руками депутатов затянуть эту веревку на 8 лет. И говорят, что будут трудовые места. Открываю план правительства. Создадут от силы 3 миллиона рабочих мест. 15 миллионов людей, которые будут вырыскать себе работу. И в самом худшем положении оказывается женщина, потому что сегодня уже лицо безработицы имеет женское лицо. После 45 лет никуда не устроишь. А после 50 лет можно устроить без очереди только на погост. На мой взгляд, это решение будет бойкотировано гражданам страны. Я благодарю всех тех, кто сегодня собирается на акцию протеста. У нас завтра с 11 до 12 на площади трех вокзалов, недалеко от гостиницы Ленинградской, собираются 53 организации, профсоюзы, женские, ветеранские, спортивные организации, которые проведут акцию протеста. Мы считаем, что этот закон можно бойкотировать, но для этого надо всей стране организованно, дружно в рамках закона подняться и выступить против. Мы просим всех граждан страны опубликовать нашу точку зрения на сей счет. А еще раз обращаюсь к руководителям ведущих телеканалов. Три лидера фракции после того, как было голосование в первом чтении принятия этот закон, к вам обратились. Вы даже не сообщили реальные результаты голосования. В нашей фракции ЛДПР и справедливые все голосовали против этого закона. Будьте добры, во-первых, обнародуйте нашу позицию, а во-вторых, ответьте нам на официальное обращение трех лидеров. Вы обязаны это сделать. Что касается наших инициатив, то, на мой взгляд, инициатива по народным предприятиям тоже пробьет себя дорогу. Я разговаривал с Грудининым. Девятую проверку пригнали. При вас, когда президент представлял Медведева, я обратился к нему, обратился к Единой России и правительству, сказал, выборы закончились, президент. Они были грязные и нечестные. Вы их выиграли. Прекратите преследовать одного из кандидатов. Девятая проверка сейчас топчется у Грудинина. Вот, несмотря на всякие законы, указания, обращения. Официально обращаюсь к Медведеву. Прекратите это насилие над здравым смыслом. Лучшие предприятия душат. В противном случае мы обратимся ко всем гражданам, которые голосовали за Грудинина, чтобы они выступили в защиту этого лучшего на сегодня в стране предприятия. Это предприятие показало пример, как можно объединить социальную справедливость с суперсовременными технологиями и уважениями к гражданам страны. Там лучшие школы, лучшие детские сады, лучшее производство и самая высокая зарплата. Извольте уважать такое предприятие. Вместо того, чтобы поддержать этот наш уникальный опыт, мы опять получаем проверки и преследование талантливых граждан за талантливую работу. Мы внесли закон образования для всех. Готовили лучшие специалисты. Готовил Жарес Алферов, Нобелевский лауреат, Мельников, Кашин, Плетнева, Останина. Почему этот закон не применять, когда школу душат и баба ЕГЭ, и полная безграмотность? Всем это на сегодня очевидно. Единая Россия опять не желает принимать и это решение. Кашин вместе с Каритоновым подготовили целый пакет поддержки сельского хозяйства. Отстегнули с милостью лишь 60, по-моему, 2 миллиарда на поддержку. Но все равно, как не поднималось выше 1,5% в расходной части бюджета, доля которой на агропромышленный комплекс так и осталась, принесли новое предложение. Никаких подвижек и изменений. Все говорят, что будут кормить хорошим продовольствием. Не будут кормить при такой политике. И дальше деревня будет деградировать. Своей техники нет. Семена и удобрения вывозят из-за кордона. Это полное безобразие. Мы считаем, что даже довольно робкая попытка руководства Думы обратиться к самым больным вопросам, а вынесли и аграрный сектор, и реновацию, и строительство, и ЖКХ, вынесли на коллективное обсуждение. Подготовили реальные предложения. К ним приложили целый ряд законов. Вместо того, чтобы принять это решение, опять правительство замукрыжило. И ни одного решения, которое поддержало бы стройку, коммуналку, нет и в помине. Причем на коммунальные расходы, который раз сокращается. Что касается строительства, посмотрите сводку на июнь месяц. Полный обвал. Но самый главный обвал – это поддержка граждан страны. 45-й месяц подряд снижаются их доходы. При таких жалких и нищих доходах никакие инновации, никакое развитие производства невозможно. Нет покупательной способности у населения. Общий наш вывод, связанный с деятельностью этой думы, заключает в следующем. Олигархам и чиновникам деньги и офшоры. Даже нашли два острова с названием «Русский», чтобы русские знали, кто их обворовывает, и «Октябрьский», чтобы не забывали, чем закончилось в октябре 2017 года этот разбой и издевательство над граждан страны. На мой взгляд, напоминание очень неплохое. Но что касается граждан, то им фактически никто не прибавил ни зарплаты, ни пенсии. Им только разрешили собирать бесплатно валежник в Народном лесу. В этом году леса выгорит рекордное количество. Горит почти по всей стране, от Мурманска до Дальнего Востока. Если бы приняли наше предложение по лесному, земельному, водному кодексу, этого безобразия не было. Еще раз обращаюсь к Единой России. Съедите рядом в Братскую Беларусь. Там леса не горят при любой погоде. Они сохранили уникальные использования лесных богатств и гордятся этим. Съедите, посмотрите, какие социальные меры принимает рядом Китай. Сейчас Путин вместе с Синдзельпинем уже, по-моему, седьмую встречу проводит. Соберите лидеров Единой России. Соберите Сулуановых, Орешкиных, Назаровых. К слову сказать, зайдите на сайт и посмотрите, кто такой господин Назаров. Это директор института, который работает при Минфине. Это выкормыш гнезда Гайдара. Учили в Канаде, там стажировался, репетировал в Англии. Он главный автор и борзописец этой пенсионной реформы. Прочитайте его идеологию и философию. Социальное государство – это нонсенс, оно не нужно. Пенсии вообще не нужны. Бесплатное образование – это плохо. Хорошее государство, которое не будет гарантировать гражданам никаких правил. Это по-русски называется людоедство и социал-дарвинизм. Это новый фашизм уже глобального 21 века. На мой взгляд, это не то, что заслуживает наш народ. Мы подготовили свои программы «10 шагов достойной жизни», пакеты законов. Будем работать с населением, отчитываться и активно предложим эти программы в ходе выбранной кампании. Уверен, что граждане нас активно поддерживают. Продолжение следует...